Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте поговорим с вами сегодня о четках. Зачастую четки воспринимаются как некий религиозный символ, либо просто какой-то красивый аксессуар. Но если вы присмотритесь, то скорее всего обратите внимание, что четки встречаются в абсолютно различных культурах. Их используют христиане, буддисты, мусульмане, родноверы, индуисты и многие другие. Почему же из поколения в поколение люди обращаются в своих практиках к этим загадочным бусам? Давайте с вами вспомним, что является сутью основных духовных практик. А сутью является умение взять под контроль не только свое тело, но и свое ум, свое сознание. И в этой непростой задаче нам как раз и могут помочь четки. Но, во-первых, четки трансформируют наше неосознанное желание к чему-то прикасаться, что-то вертеть в руках, направляя их в какое-то духовное русло. Во-вторых, наши нервные кончания, которые находятся в кончиках пальцев, напрямую связаны с центрами головного мозга. И даже простое перебирание четок успокаивает человека, снимает утомление. Но четки важны не только с физиологической точки зрения. Рассмотрим такой момент, что в последнее время к йоге относятся именно как к гимнастике, как к какому-то комплексу упражнений. Действительно, асаны очень важная часть йоги. Они готовят наше тело к выполнению более сложных медитативных практик. Но надо помнить, что само по себе самосовершенствование физического тела не является самоцелью. Цель йоги – это привести наше физическое тело в такое состояние, чтобы мы могли спокойно выполнять медитативные практики, чтобы никакие неприятные физические ощущения нам не мешали, чтобы мы наконец-то смогли преодолеть эти физиологические какие-то аспекты и спокойно заниматься практиками. Ведь цель йоги – это привести человека к счастью, к целостности. И выполнением только асан, к сожалению, этого не добиться. Иначе акробаты, артисты китайского цирка были бы самыми счастливыми и самими просветленными людьми на свете. Как только мы с вами это понимаем, тогда на сцену выходят такие практики, как пранаямы, мантры и другие медитативные техники. И в этих практиках нам как раз и еще с большей силой могут помочь наши четки. Например, когда вы начнете выполнять медитативные техники, скорее всего, вы столкнетесь с такой проблемой, что ваш ум будет убегать. Каким образом он будет убегать? Вы начнете думать о каких-то своих повседневных делах, о своих проблемах. Очень сложно справиться с беспокойством ума. Четки могут стать прекрасной зацепкой для ума, которая позволит вам сосредоточиться. Например, читая мантры, вы можете перебирать четки и каждый раз, произнося мантру, отсчитывать по бусинке. Активные ощущения позволят вам оставаться здесь и сейчас и не улетать мысленно куда-то в запредельные издали. Еще одна проблема, с которой, возможно, вы столкнетесь при выполнении медитативных практик, это потеря ощущения времени. Ваш ум будет нашептывать. Вы уже давно практикуете, прошло много времени, посмотрите на часы, вам уже пора заканчивать. И прочие вещи. Если же в руках у вас четки, вы можете сказать себе, например, что я прочитаю два круга мантры, и не больше, и не меньше. Также четки позволят вам понять, на каком этапе практики вы находитесь. В начале, в середине, в конце. Это позволит вам не закончить занятия раньше времени. Четки – нужный и важный инструмент для практики йоги. Как же выбрать для себя подходящий инструмент? Четки делаются из различных материалов. Они могут быть из дерева, могут быть из минералов, как драгоценных, так и у полудрагоценных. Могут быть сделаны из плодов или семян растений. Могут быть сделаны из костей, из кораллов. Выбор огромен. Вы можете подобрать все четки на любой вкус и на любой бюджет. Однозначно нельзя сказать, что какие-то четки хуже, какие-то лучше. У каждого материала свои свойства. Ну, например, считается, что камни лучше записывают энергии практик, что они лучше запоминают практики. Например, растение Муру Дракша, оно обладает какими-то мистическими качествами. То есть, каждый материал может наделять четки определенными характеристиками. Поэтому советую при приобретении четок предварительно почитать о материале, из которого они сделаны. Благо, в интернете информации об этом много. Обращайте внимание на подводные камни материалов. Например, малахит при намокании теряет свои внешние свойства. Бывают слишком хрупкие для четок камни. И при перебирании четок, скорее всего, на них образуются сколы. Также, к сожалению, нередки у нас и подделки. Подделку можно приобрести как на рынке, так и в лицензированном магазине. Поэтому тоже советую изучать в интернете информацию перед покупкой четок, как определить, какой материал настоящий, а какой искусственный. В некоторых случаях это вполне возможно с подручными средствами. Например, чтобы определить, настоящий горный хрусталь или нет, вы можете просто в темноте подчеркивать бусинками друг от друга. Если четка достаточно интенсивно, должны появиться яркие искры. Это говорит о том, что горный хрусталь настоящий. Сделать четки можно и своими руками. Собрать четки на самом деле не сложно. Для этого нужна плотная нить или леска, 108 бусинок и одна большая завершающая бусинка. Все это можно приобрести в магазинах для рукоделия. Это, конечно, сделает приобретение четок более дешевым. И это уже будет энергетический ваш инструмент. Тем более, вы можете смешивать какие-то материалы. Например, сделать четки из бусинок горного хрусталя и из бусинок дракши. Проявляйте свое творчество. Здесь уже дело вашего вкуса и дело тех свойств, которые вы хотели бы получить от четок. Но еще такой важный момент, что красотой четок не стоит увлекаться. За внешним лоском вы можете забыть об их главном предназначении. А главное предназначение это помогать вам на пути йоги. Не обязательно иметь самые красивые, самые редкие или самые дорогие четки. Главное, чтобы вы с ними практиковали. Также важна длина нити. Если четки будут слишком длинными или слишком короткими, их будет неудобно перебирать. Проверьте, чтобы между бусинками влезал ваш палец. Но чтобы расстояние было не слишком большим, чтобы бусинки не болтались. Не рекомендуется передавать четки кому-либо еще. Также постарайтесь, чтобы к четкам не прикасались посторонние люди. Пусть ваши четки хранят энергию ваших практик. Практикуйте йогу. Хорошей вам практики. До свидания. Ом. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»